Добрый день! Сегодняшний наш ролик посвящен одной из самых знаковых групп на альтернативной рок-сцене, которая фактически вместе с группой сотоварищей сотворила такое музыкальное направление как гранж, которая в своем творчестве не боится экспериментировать и постоянно идет на всяческие трюкачества, если так можно выразиться. Речь идет о Мэлвинс, Мэлвинс, чудаки из края лесорубов. Вначале собственно по поводу края, чтобы не было недоумений, они родом из штата Вашингтон, это Сиэту, это побережье, это значительно севернее Калифорния, если вы посмотрите на границы с Канадой, край не только лесорубов, но и рыбаков, различного рода заготовителей. По стандартам американским, так это уж точно депрессивный регион, а уж на момент 80-х годов прошлого столетия так тем паче. Потому что в свое время он пережил развитие леса заготовок, когда это было выгодно, там было множество народу. Вы знаете Америка страна эмигрантов, в общем-то, и много скандинавов поехало, климат похожий, и немцев, и представителей азиатских стран, очень много всякого народа, и вот этот вот конгломерат замес интереснейший. Но бум лесорубов спал, и города превратились в полупустующие, в общем-то, поселения. Вот в одном из таких городков, Монте-Само, и родился наш один из героев, лидер группы Мелвинс, он ее основатель, Бас Осборн. Как мы говорим Осборн, да не тот, Бас, не Ози. Очень своеобразный человек, с таким интересным интеллектуальным багажом, подходом к жизни, действительно чудак, великолепный гитарист, неплохой вокалист, помимо группы Мелвинс, он еще задействован в очень интереснейшей команде, которую мы неоднократно упоминали, одного из наших любимейших вокалистов, Майка Пэттона, Фантомас. Кстати, к слову, не забывайте заходить помимо нашего канала на наш сайт, там есть много расширенной информации, когда можно почитать, можно там кое-чего посмотреть и послушать, так что милости просим. Так вот, с Пэттоман формация Фантомаса интереснейшая, но до Фантомаса была масса таких знаковых вещей. Осборн, естественно, со товарищами создал коллектив, потому что имел склонности к музыке некий Дилвард на барабанах по фамилии, метал, ким, бас, гитара, вот такое трио, которое экспериментировало, играло композиции The Who, композиции Хендрикса, композиции Крим. Ну, стандартный набор, в общем-то. Им это было очень интересно, но барабанщику не особо он ушел и появился некий Дейл Кровер. Вот Кровер стал постоянно барабанщиком, но у Кровера родители жили в Бабердине. У них была достаточно жилоплощадь, и любезно предоставили им место для житья. И Лукин с Осборном переехали в Бабердин, который, в общем-то, и положил начало знакомства некого товарища, весьма скромного подростка по имени Курт, по фамилии Кобейн, который вначале познакомился с Лукиным, Лукиного свел с Осборном. Он их обоих, Кобейна это все поразило, потому что он немножко другую музыку тогда слушал. Ну, например, у него была пластинка Рео Спидвагон. Естественно, это такой Алистикс Музон. Ну, хороший, но, конечно, это не то, что в будущем играл Курт. Даже пробовался он на роль басиста Мелвинса, потому что Лукин ушел, но не получилось. В основном таскал аппаратуру, набирался опыта и очень сильно фантазировал с базой Осборном. У Осборна тогда была уже другая смена музыкальная, он наслушался Black Flag'а калифорнийского, Flipper тоже калифорнийского. И с Ванца в придачу он стал играть другую музыку. Понимаете, Мелвин все время шарахал. То очень быстро, то очень тягучо, так и не волнует. Поэтому их альбомы интересно слушать, они почти все разные. Да, может показаться немножко местами затянуто, но это ничего. У них есть, например, один альбом, там композиция, с одной композицией состоит. Позже, когда его сдали в виде CD, разбили там на 6 подчастей, но тем не менее. Ну, это так. Даже само название Мелвин Зануда и то наводит, конечно, на некие размышления, но это всего лишь прозвище одного знакомого базы Осборна, работала в магазине Мелвин Зануда. И прикрепилась так, в общем-то, и пошло и поехало. Но тем не менее, вы знаете, все-таки что-то у них было. Объезде все близлежащие городки небольшие. О них узнали. И контракт подписали, и выпустили они пластинку. Первый в восемьдесят седьмом году. Blue Porch Tratements, которая пошла не очень, конечно, хорошо. Что было ожидаемо. Никогда Базосборн всегда об этом подчеркивает. И говорит, мы не преследовали коммерческую СЛ, поверьте, это правда. Да, музыка им позволяет выживать. Что, в общем-то, и случилось именно благодаря своему старому знакомству Курту. Эта история всем известна. Стиль гранж вообще вознесся. И, вы знаете, поехали в те депрессивные регионы, эмиссары с звукозаписывающих лейблов. Доходило до анекдотических ситуаций. Поговорили, что даже подписывались контракты с ходу с малоизвестными группами. И на 350 тысяч долларов. Весьма уважаемая сумма. Ну, вот и подписали Melvins, естественно, с подачей Кобейна. Atlantic Records подписал. И вот они выпустили свой самый коммерческий, успешный, но в музыкальном плане, наверное, самый доступный с волевом Гудини. Который вышел в 1993 году. Кобейн, конечно, отдал должное. Он там и записался немножко на этом альбоме в качестве гитариста и с продюсированием занимался. В общем-то, альбом, что называется, пошел. Это, повторюсь, высшая коммерческая достижения Melvins. Еще поработав на Atlantic Records и два альбома выпустив, конечно, пошел спад жанра. И все, с ними контракт расторгли. Потому что они устали от экспериментов базы Осборна. Его принципиальный отказ от коммерческой какой-либо выгоды. И, в общем-то, пошли на вольные хлеба. Ну, недолго. Они были на Амфетамин Рекац. Потом их все-таки в 1999 году подобрал Майк Пэттон. Он тогда уже создал свою классную. Дингер, заработанный вокалом Фейтснау, позволили заниматься ему своим сольным андеграундным и ангардным творчеством. Он основал компанию Picac Records. И туда подписал, собственно, Melvins. Тогда же и пошло творчество в Фантомасе. База Осборна, коллаборация. Но еще отметим момент. У Melvins очень сильнейший барабанщик. Кровер его признают. Но он тоже особо в коммерции не заинтересован. Он даже в самом ранних моментах записывался и с Нирваной, когда там тоже были шарахания. Кстати, Дэвида Гроула, барабанщика Нирваны. А сейчас Фуфайтер, звездного человека, посоветовал именно База Осборн на барабаны усадить Нирвану в свое время. Кристо Новосельевичу, бас-гитаристу. Но это такие, вы знаете, путанные истории. Все обрастает байками, но никто не умаляет достижения и значения группы Melvins. У них есть хороший альбом каверов. Everybody loves Souchers. Мне интересует там подборка. Вы знаете, там настолько разнообразная музыка. Там песни, например, чтобы вы понимали, но это вообще несовместимое. Но слушается. Venom, Queen, Robin Crystal. Совершенно разная музыка. Те же. Jam. Те, что, в общем-то, мы не могли никогда уложить в одну корзину. Но, тем не менее, у них это все получилось. И, вы знаете, тоже слушабельная штука. Melvins выпускают альбомы. В общем-то, нашумела их история в 2012 году, когда они для раскрутки своего очередного альбома поставили задачу объехать за 51 день. Не просто объехать, а дать концерт в каждом из штатов 50 американских и в округе Колумбия. То есть, 51 за 51. Все получилось. Вы знаете, стартовал в Анкоре на Аляске и закончил Гонолулу на Гавайях. Они свою задачу выполнили. Это, фактически, там, чуть ли не мировой рекорд. Есть интереснейшие дневники по поводу этих гастролях. Тогда в состав входил новый басист Тревор. Да, она очень известная личность в альтернативных кругах, который ценимый. И вот вместе с ним они и объездили. Дэйл Кроллер данный в Азосборн. И оставили все об этом воспоминания. Ну, уникальные, конечно, там, заметки. Ну, если сказать вам вкратце, это типичные дорожные путешествия музыкантов. Просто у западников это вызывало недоумение, в какие они попадали черные дыры, образно говоря. Ну, а нам так это вообще привычно. Нас этим не удивишь. Но, тем не менее, различные диктатические ситуации, конечно, постоянно возникают. Потому что группа-то, в общем-то, чиста. Но экспериментировали тоже были периоды с различными веществами. Что, в общем-то, не удивительно. Поэтому мы вам очень рекомендуем хотя бы ознакомиться с этими интересными чудаками-музыкантами. Скажем еще так, что, например, привлекают они, с ними с удовольствием работают такие люди, например, как Адам Джонс, гитарист Тул. Тул всегда подчеркивали влияние очень сильное Мэлвенс на их творчество. Как и группа Мастодон. Мастодон – это вообще один из наших любимчиков последнего прогрессивного стиля. Так вот, они всегда говорят, что Мэлвенс – это одни из их влияний сильнейших. Ну и множество других музыкантов ссылаются на Мэлвенс. Там есть что, там чувствуется, вы знаете, живость, подача, какая-то открытость. Да, может музыка иногда, конечно, для некоторых покажется, вернее, извините, через мир брутальный или наоборот занудный, но начните еще раз, повторим-ка, с Альбома Гудини, 93-го года. Очень хорошая пластинка, а там, может быть, втянетесь и дело пойдет. Все-таки не забывайте, что это фактически законодатели целого жанра, которые находятся на плаву в здравии. Да, вы увидите База Осборна, конечно, на сцене он такой чудаковатый. Они, опять же, по поводу сцены в YouTube масса материалов, внешний вид у него очень интересный, они тоже экспериментируют. Есть концерты, например, был период у них в 2006 году, когда они использовали два барабана, вообще потрясающе. Ну, в общем-то, мы думаем, что вызвали у вас некоторый интерес, поэтому посмотрите, может быть, это ваше. Спасибо за просмотр, всего хорошего.